всем привет друзья с вами влад стеймус если вам понравилась данная реакция подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии и еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал ссылочки в описании и на экране так друзья вышел свежий баттлец на кубке а о тюлень думаю будет интересно а капелка 30 минут с тудейством ну вообще великолепно надеюсь не будет затянуто и а с тюленьем сделаю достаточно интересно потому что ну судя по спойлерам говорят что прямо капелка топовая топовая поехали посмотрим интересно поехали ребята всем привет сегодня я в очередной раз ставлю свою жизнь под угрозу прямо здесь в москве я рискнул и вышел на баттл с тюленьем вставлю все на кон я очень надеюсь что выживу выживу но я все это делаю исключительно для баттл рэпа храни господь баттл рэп храни господь стрелу спб храни господь триплет ну и в целом все и максим тюлень здесь телеграм-канал тюлень стремится подписываемся великий человек если кто-то играет с лейтспайр на 15 уровня возвышения пожалуйста пишите лайфхаки как выиграть этих ну я вот этим занимался из подготовки поэтому в этот раз я у нас сто процентов на 200 процентов просто ждите этой победы все сказал что здесь делаю спросите вы меня а я отвечу это специальный вент слова на кубок mc меня зовут пелси сделать из шума как старый добрый м си слева как-то зовут м си слева представься говорил что прошлый баттла выиграл за счет перцовки это ебаная лаза но если это чмо будет боковать этот баттл я выиграю также я надеюсь по звуку будет более-менее нормально хотя в принципе в наушниках достаточно нормально все слышно друзья поэтому кто смотрит скорее придется это все смотреть наушниках чтобы было нормально ну или на телике как кому как удобно ну либо на колоночках ну либо на с телефона будет наверное не очень поехали я нихуя не запомнил м си справа представься я пришел сюда давить ничтожеств и крыс я алкоголик и анархист по итогам жеребьевки нормально все по итогам жеребьевки начинает им си слева дайте шума и еще больше шута а теперь тишина в здании странно что ты пришел зная как вертухой шереп гану попал в череп опасная чё вы можете чекнуть на видосе а придется верить мне на слово шереп ганам думали что и башен на века жестко были бы не правы наш батл как парное молоко пленку выкинули нахуй ты высокомерный ублюдок не достоин тот пост уважения я попал на тебя и должен кайфовать но ты не остров эпштейна а ты как полный презерватив если дать волю тебя зубами летай разорвет а в этой гонке я тебя выиграю ссори что забегаю вперед надеюсь 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 говна в долбоебе уже плачет просто дурак и молния для меня это сюжет тачек я просто говорю ижевский панк-фестиваль и он уже понимает где все отпуски проведет я перевел бабушку через дорогу и назвал ее сукой гоблинский перевод что-то делает укладку с этим ебалом но в чем толк что сказать про твою внешность ну тебе бы пошел гор с детства в детстве снимался у мистера биста но у него был странный контент говорил тип не дрейф но вот что будет если привязать по зубу каждой ручки в магазине мир дверей походи в моих ботинках шнурки будут связаны отправят конкретно под снос тебя мои панчлайны как пиздец неудобная обувь через сотни километров разносятся да ты зашел быстрее остальных но отлетишь вместе со всеми будто полеты бизнес-классом а про меня есть неожиданные факты да в молчанку я не проёбывал ни разу сыт жить на всю катушку фальшивое безумие у мрази читаемо а я таксисту говорю не играть в шашечки лучше сразу в чапаева вроде люмпин ебаная на ебало потешный ты выглядишь как зазывала в ночлежку те с кем я откажусь ебаться ты бы их насиловал а я а я не его а я не ебу чужих матерей вдруг они некрасивые мои принципы крепче чем мой алкоголь если это не ложь типа то я жестко уверен что ты пьешь пиво из тех долбоебов что вечно бросают их медали за месяц трезвости не влезли бы в копилку ты не подарочный стакан но иногда прикладываешься сразу к нескольким бутылкам таких как ты не должно быть в мире доказываешь это каждой строкой когда проходишь мимо митинги против абортов рассасываются сами собой слышь спидозная бледота нахуя лоха тут держи блять ну не ты ладно слышь спидозная бледота нахуя лоха ты держишь тут я бы трахнул твою тёлку но я уважаю свою девушку и да да у меня нет мышц как и с этим проблем надо же и свои макаронины вешаю только себе на уши но не все тут такие да как после встречи в гримёрке пиздел что-то дома этот отжаренный нытик тюлень мог от меня получить по ебалу но была рядом девушка она не должна это видеть когда девушка рядом драться нельзя ну когда я далеко можно считать мои ребра твои принципы как твой алкоголь они делают из тебя долбоеба нельзя драться когда девушка рядом а ее ебут во все щели она орет помогите вова стоит думает ну о своем дорогая дайм закончить ты отойдешь и нас ждет мужской разговор да 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 хочешь выйти попиздиться чисто на равных но почему я уверен что ты не принес с собой капу поебать на поступке до тебя говорит твой опасный стиль все но в своей жизни ты махал руками только когда крестился махать кулаками после драки которой не было вот мой самый менталитет рядом со мной была бы баба даже если бы базарили наедине хорош все да слушайте ну чё так как-то средне достаточно первая часть раунда мне не понравилось вторая про тёлку и про то что тюлень получит пизды ну вот это вот неплохо да вторая часть она поинтереснее наверно будет но опять же не хватило панчлайнов почему-то как-то я ожидал от тюленя намного большего пока только такой средний раунд достаточно не хватило колких панчей я знаю что тюлень может пищи сделать сто раз вот надеюсь второй раунд у него будет поинтереснее пока первые ну чё-то среднее блин это ладно надеюсь что будет действительно посмотрим а я надеюсь о заебись делает погнали м си справа твое слово как же пилоси не знает никнейм участников вообще нихуя не шарит ну да действительно ему в принципе то не добавил не до батл рэпа вообще сейчас карьера если у него не выходит кстати достаточно неплохие треки он давно занимается музыкой поэтому тут как бы понятное дело что хэл позвал их для того чтобы как бы ивент называется слова и чтобы как-то прочувствовать ту самую атмосферку но мне кажется что с когда хайт был ведущим было поинтереснее с кем в этот раз я стою на татами не знаю более мерзкой и опущенной твари а о снова на кубке я поменял хозяев или у меня их принципе нет батл тюлень династ не вышел и не выйдет это единственное за что можно уважать за б хорошо тюлень называет его бизнесменом крайне из лояльных кто же дешевок кстати забык говорил не салам а слабуля потому что он пиздюшонок ты знаешь мой адрес если забыл вокруг моего дома вечно дым у тебя и ствол я слаблю полю зубами но сплёвывать будешь ты хорошо хорошо хорош друзья стоп ну блять вот это было прям вообще охуенно заебись сам проебал наше наследие предательница саная кстати кубок мц захотите меня кинуть вас ждет то же самое я умею любить как триники и ненавидеть как триада буду бить кубок об кубок как миккинги чтобы узнать нет ли там я да типа типа я не знаю а как и вы ебываешься на площадке жалкая мерзость кубок мц вокруг кумиры батлового детства оставили наследие лучше бы оставили наследство а то а то батлим за респект батловое детство они дохуяли ты наглый ты думал такому лоху как ты постоять рядом с кубирами это бесплатно кто твой кумир хелп ох фанаток здесь не будут в рот даже если она в рэпера наряжена ты жадно глотаешь воздух с похоронилов будто уже похоронит заживо я хочу пить раболепное чмо хочет быть с нами на равных плебея не ждет ничего кроме глубокой психотравмы хочешь казаться одной из звезд выглядеть дерзким уёбком но на последнем вентер был это трусливая сука к нам не заходила в гримёрку хоть хоть кого-то в зале это в натуре удивляет а как вы ебываться в гримёрке если там нет камер дети дети хотят стать топами и отметиться но не хотят получить отметины тебе нужны не зрители пидор понял в батлах понты но почему и как мы их делаем тебе суки не понять а вот твои родители при твоём рождении сразу стали понятыми ты родился они сказали понятно это хуйня заставлять людей извиняться на камеру какое-то конченое блядство но если лох выёбывается только на камеру когда они исчезнут ему придется извиняться салютом джей верт тюлень про н джей верта заебись кстати джей верт еще раз давайте ей извиняться на стали понятыми ты родился они сказали понятно это хуйня заставлять людей извиняться на камеру какое-то конченое блядство но если лох выёбывается только на камеру когда они исчезнут ему придется извиняться салютом джей верт если вы не понимаете был батл а о против н джей верта это прикольно было это прикольно тюлень ахуенный пацан как нехуй плюется угрозами например на конфе сидя рядом с юлей киви ему хватило смелости назвать ее обоссанной просто с нихуя вы даже не закустились дайте шуму просто с нихуя они даже не закусились из тебя бесконтрольно извергается ничтожность тупорылая лярва если я суна женщину значит она меня перед этим минимум час умоляла да не перевелись еще рыцари а а ты знал ублюдок что юля из архангельской области моя земель а мажоры там долго не живут как в апарт отели я я тебя ебну за нее во время великой отечественной тюлень и жир спас от голода архангел огородцев жизнь несправедлива ведь сегодня тюлень и жир не спасется ты назвал девочку обоссанной думал что замутил понт но ты лишний раз подтвердил что ты обоссаный лох а как ты общаешься с мужчинами вот это скотство подошло у меня что-то спросить после батла я послал его нахуй и он молчу в припрыжку поскакал а на следующий день записал жалостливый кружочек в телеграм я кого хорошо отношусь а он послал меня нахуй разве это нормально ты бы еще чушка ебаная пожаловался маме но но совершенно напрасно прятаться у мамы под юбкой ибо трахая ее я послал тебя нахуй еще и оттуда под камерами ты готов назвать девочку обоссанной правильно а когда я тебя послал ты обоссался ты все равно через день включил камеру ты думал что нажал на кнопку рек и красный кружок замигал но ты ошибся безвкусная блять все поймут что это был мой лазерный прицел когда ты перестанешь моргать всякие чмошники предъявляют мне за собой рб и рбл ну давай мозгами пораскинем я даже когда мне это было в ущерб до конца оставался за своими да я до опизденения наивен но хуй всем в рот это не изменится стою за того что верю разосрался с карланом из-за того что поддержал новичков и новичков и локальщиков всех кроме тюленя на корабле я высоко забрался и вижу в них будущее четко как берег как нехуй пойду наперекор тем коротышкам кто из-за своих милипиздрических размеров не видят берегов можно сказать я пиздобол говорю что баттла с тюленем у нас не будет это поставить не в укор но я согласился потому что мне обещали чистоко пыльный ивент выходит выходит я люблю баттл рэп больше чем ненавижу лохов тот кого ты назвал тот кого ты назвал бизнесменом типичники дала и он в рот ебал выпускать твой посредственный баттл тот кого ты назвал кумирами поддерживают новичков но твой рэп в рот ебали иначе объясни как ты со мной оказался в паре слушайте друзья ну тут большая концентрация панчлайнов начал про забы про юли киви вот это вот все куча очень куча панчлайнов причем видно что он заряженный заряженный на этот баттл до местами где-то подзабывал но все равно это не не испортило впечатление от раунда я невероятно невероятно кайфанул на его раунде я надеюсь дальше будет только круче пока конечно же за 100 процентов у тюленя первый раунд ну честно говоря средняковый получился вот поехали поехали посмотрим второй раунд тюленя достойный достойный раунд получился тишина здание я вам пошумлю блять окей тюлень второе слово поехали поддержим 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 басота давал ему бабки на брекеты топ худших инвестиций в двадцать четвертом году первое место вас удивит на втором кстати реклама лучшего оборудования на батлах где или слышно кто чё вообще говорит но 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 сейчас все иначе ивент один на один без музыки без микрофонов думал не доживу ивент без микрофонов как же охуенно ему уже 15 минут смотреть в тишину об исходе баттла гадал на кофейной гуще хоть я в этом правда не очень но вроде как от тебя останется какой-то мокрый песочек один глаз один глаз подбитый синий другой недостыпа красный это мои 3d очки вижу объемы пидорасов хотел чтобы с тобой хотел чтобы с тобой позарил на равных но в нашей компании ты хилый мамбет мире был кривозубый пидор которого я уважаю но группы queen больше нет в баттлах не белый гангстер скорее негр задрот найдешь меня по моим черным на квадрате но это не qr-код дети на тебя показывают пальцем взрослые кладут его на курок ты выглядишь как тайный покупатель в похоронном бюро укусил девочку во время секса во первых ты пиздец ебанутый во вторых она теперь всем затирает что это лого какой-то death metal группы у теления хорошие строчки но не с его лицом их читать говорил этот блядский рот переводится как я могу читать жесткие строки ведь я урод ахуй ахуенная логика хоть едва уловимо у харви дента жестких строк было бы ровно половина кого из себя ты тут строишь медведи нахуй все образы это ебаная ложь ведь под маской медведи скрывается талантливый рэпер до овсянки реально хорош а ты тащишь только на образе сами послушай можете послушать плачетой суки когда нехуй сказать и стартует парад какой-то вялый чернухи типа я тебя трахну на шприцах раскинув осколки стекла как лепестки роз вот где-то на этом моменте свидание не задалось во время секса чтобы и кончить представляю что я умер пиздит это рожа сальная грустно то что твоя тёлка представляет тоже самое куча прижженных образов с песен говнарских тексты вставлена жалко блять в тексты вставлена жалко на воре шапка горит только если он спиздил горящую шапку а он крутя блять повторяя пластинку о своей панковской трушке чудом прославился тут но чтоб пластинка заиграла нужно поставить иглу позеру похуй на позеру похуй на таблетки ребенок не плачет принимая пустышку эффект плацебо ценен твои годовые кольца моя мишень и я целюсь в центр будешь рад что эти трахнул спускающая народ так тебя воспитывает улица пока зубчики не смажешь шестеренки не закрутиться сколько с атлантами ебался до последнего скрестись эта мышь готова но становится похуй чё там держит землю когда для тебя это крышка гроба хотел хотел на батле зарезать пончами этот саны бомж но мои строки подходят так точно не сможешь ставить нож и на ебаная мухтару предлагали тебя сыграть но он ждет роли попиже я думаю это два карлика на спине друг у друга но просто представьте какой уродливый нижний молчание молчание на допросах вот что мы взяли у гнят но ответь парашник блять о чем вообще тебя могут хотеть допрашивать залетают на хату кладут гибальником пол вокруг толпа из полиции отвечайте это вы дохуй знает толкались микси блять ведь даже такого бы не было тебя не найдут сто лет в обед ведь в редакторе фотороботов таких элементов нет и ты не только урод но и зазнайка ебаный что пишет полотна объясняю кого слишком любят а кто не понят и гений ответь хуесос ты реально считаю что хоть кого-то ебет твое мнение дрочишь дрочишь на свои стандарты ебаные весь креатив ты продал предал такие узколобые ебланы как ты склеивают собранные наборы лего каким чмом ты сейчас стал этому нет оправданий хоть назови себя старым ты монстр помнит вкус крови но по залезанным ранам манимиро манимиро где ты батлер легенда достойный стример но вот свет выключается и ты кривозубый историк пустой квартире его кто-то его кто-то принял в роли мессии но идет по и паспа жестко пиздувся запомни если ходить по воде очень легко подскользнуться слушайте но второй раунд по пище чем первый да тут съемка была про рок-музыкантов панчлайн про микси тоже прикольно достаточно был ей были неплохие действительно панчлайны но чё-то мне кажется можно было конечно по пище сделать все-таки того это не просто какой-то там даже не знаю я не смотрел батл с династом но и нас явно послабее батли чем а вот и нужно было больше наверно колких панчлайнов я не знаю почему так произошло что тюлени решил именно так сделать но не знаю ну неплохой батл от тюлени действительно потому что второй раунд был и куда интереснее чем первый вот давайте посмотрим второй раунд того пока мне честно говоря я честно скажу мне батл очень нравится несмотря на то что у тюлени первый раунд был среднем как по мне достаточно поехали посмотрим второй раунд а тюлень и медведь нас толкнула сама мать природа по нам видно кто выживает за счет шира а кто за счет охоты шаровган отлично подметил ты приходишь сюда искать проблемы пиздюли от твоей повседневности тебе нужна встряска а истинный хищник нападает исключительно когда ему необходимо питаться ты ты единственный батлер кто мне круга бесит больше чем кругу пёс свердящий ищешь себе игрушечные проблемы в батл рэпе и не видел настоящих шаровган тебя выебал в рот но в зале распылили перцовый баллон и так совпало что у тебя был пар правон из-за чего ты выиграл вот как все стандартно от того кто реально умеет драться лоха спасла перцовка я вообще не собираюсь обсуждать рэп с этим пидором ебаным если быть если быть автором то только в батле шаровганом никаких никаких иллюзия оружия нахуй перцовку тебя заставят рыдать мои падшие рифмы зачем пускать пыль в глаза которые собираешься вырвать это пытался обыгрывать но я припас очевидная почему свой газ я вывалил до батла на это ебало ехидное на меня и керамбу это чучело в ее волос есть предпоследний вентербейл и на тусовки после этот паразит и никчемность в очередной раз подойдя к нашему столу чтобы сказать саше что он лох навалился пустом на голову сидящий с нами девчонки в этот момент стол сорвался чтобы тюленя скрутить из-за того что оказался у женщины на голове сам превратился в бигуди я вообще я в целом ваху из того как вы как появляются и выживают подобные клоуны для того чтобы такие как ты не рождались твою блядину мать нужно было бить и в пузо и в голову ну блять вот это вот хуйня когда пелси в телефоне блять сидит я у меня вообще я не это неуважение это просто неуважение чувак ну ты же ведущий ты же не просто там я не знаю толпе стоишь судьи где не видно нихера за топ за толпой народа блять заебал уже не мешает тебя брат блять голову вот это вот это правильно и правильно замечание хули ты для сидишь телефоне мне не мешает тебя брат блять его же хохотили прошлый ивент ну тот где он был получается в судьях или или что-то он ведущим было я не помню уже по у судьях тоже сидел что там телефоне блять стоит признать что керамбитого что керамбита он дает в десятки раз больше чем меня за киномерный что от саши в ебло схватила татум палуб и потом то что нагрёб оправдывал так я привык гангстерским разборкам и до последнего что фразу предупреждаю у ебу но после инцидента с девчонкой всех раздела охрана и тебя вышвырнула что такое и тебя вышвырнула блять пошумите но после инцидента с девчонкой всех раздела охрана и тебя вышвырнула на улицу чтобы не привести греху и это тупо еблое создание ждал у входа пиздюлей еще 40 минут ребенок ребенок не убрался и за это получил наказание смиренно ждал ты с дюлей как после родительского собрания у тебя у тебя только школьные понты тепличный лох ждал почти 45 минут чтоб тебе преподали урок хорош ты жирное соусное безобразие я тебя мечтаю изувечить керамбит тебе ёбнул по-настоящему мы стебя креста крови все равно выйти кетчуп этот этот белорус этот белорус буквально опасался после удара саши какая жалкая кретинка а еще он любит шутить про стереотипы тебе пробили комбо картофель соусом и напитком вы зря смеетесь над тем что он обоссался это это отнюдь не недуг тюлень намного подвижнее в воде он так пытался создать комфортную среду а еще я полюбил вставлять отсылка к первому раунду в свой второй если юля киви не могла быть а боссов это только потому что сидела рядом с тобой блять ёбаный пелси его мать его мать сейчас не будет никаких пандшлайнов про мать его мать про всю эту историю сказала что он не план который не умеет пить когда он ее на стрим позвал получается я зря и и оскорблял твоя мама наш пацан она посмотрит она посмотрит этот батл и тебе скажет кратко сам виноват ты блан который не умеет я не просто так начал первый раунд с определенных спрос то было нлп батл тюлень для нас не вышел и не выйдет это единственное за что можно уважать за б батл тюлень для нас случился после все описанной высшей ситуации ради победы в нем тюлень обрел себя там чуть ли не на лысо и конечно же проебал а этот батл а этот батл выйдет в сеть кубок тебя выебал ловко тебе выебал кирам битшеров га твоя мать из а.б. хоть этого и не знал но помог не с концовкой тюлень себя брил хотел устроить бенефис взял себя за волосы для очередного самоотсоса этот фрик но ты тогда держал свои волосы в руке а сейчас понимаешь что все это время составу других нахуй нахуй игры игры с ничтожествами я играю словом 20 срок на разбор и ты внутри сломан нашу с тобой лишь никнейм он опаснее астрия сложу две мои буквы вместе и разгорится а а чё не будет судейства да я так понимаю либо а нет будет что-то такое маленькое слушайте друзья ну по-моему а ошник а ошник по-моему вова а о сделал охуенно мега охуенно вот такой battle рэп вот такую акапелку прям хочется видеть каждый раз таро раунд еще пищи чем первые очень большая концентрация панчлайнов прям очень про кетчуп про волосы вот этот все схема про юли киви закончил в этом раунде тоже было заебись то что он предъявил пил си блять даже вот это просто да там то что он предъявил пил си за то что какой хуй ты бля в телефоне ковыряешься действительно это же пиздец какой-то ну чел ты же ведущий ну подожди ты один battle один battle час идет на ебаный в рот ну подожди ты потом ответь в чем проблема то я понять не могу вот это вот хуйня меня самого взбесила ну типа чел ты серьезно короче а у меня с каждым разом все радует радует все больше и больше настолько охуенно ну раньше тоже у него battle были местами хорошие местами неплохие но здесь прям полный пиздец это очень охуенный battle рэп акапельный который хочется видеть действительно первый раунд у тюленя был ну средний достаточно я бы не сказал что мне понравился да было пару неплохих шуток второй раунд был намного интереснее тут сто процентов забирает а о сто процентов забирает а о это это охуенно несмотря на то что он забывал добыли парочку склеек ну может не парочку я не знаю но все я видел 32 склеечки буквально не знаю это очень хорошо это очень хороший battle но пусть будет с двух сторон у тюленя были намного пищи конечно батлы но здесь а вот забирает сто процентов и лайк ставим это пиздатый battle это было сильно это было сильно а давай узнаем сначала у людей я по традициям слова хотел бы сначала узнать у вас кто вам больше зашел ооо или тюлень или аоо или тюлень это будет очень сложное решение и так хайт ты первый на самом деле может быть в лаве было было сложное решение но тут однозначно за ооо сто процентов всем привет дорога короче battle был мощный по накалу по напору мне очень понравился второй раунд тюленя это было очень круто по тексту на мой взгляд вот а ооо абсолютно полностью оба раунда вывозил на подачу точно вот но забывай подачи на какой не понял ну давайте так а это всегда очень странно судил батлит он пиздата капеллы да там у него были пиздаты но он на какой нахуй подачи он возил у него были охуительные панчлайны какая нахуй блять подача чё-то меня этот батл ну то что он вызывает эмоции это конечно потрясающе до судейства тут великолепное текст что не осталось тоже незамеченным с другой стороны сегодня ивент слова это вроде как было в традициях да это это хорошее это хорошее в общем мне показалось что первый раунд за ао второй раунд после того как я услышал раунд тюленя я считал что он перебил и перевесил так скажем весы в свою сторону но за счет подачи мощности артистизма я отдаю победу в этом батле а о ну как-то странно говорить о том что он ведь раунд второй раунд вывозил на подачи всем какие у него еще больше панчлайнов во втором рауде чем в первом ну ладно ладно посмотрим давайте дальше смотреть короче оби-ван оби-ван давай и бой и мощный батл очень мощный батл я люблю прям когда так на грани все ты в общем мощная энергетика у тебя ты тоже молодец нет тюлень вывозил классно текстом второй раунд классный оказалось вроде его задавили но он все равно вывозил вот честно мне больше понравился о но я старомоден достал телефон проебал что блядь достал телефон проебал да камон чел блядь да ладно один достал телефон проебал по сэймур но сэймур брат давай вывози эту хуйню я чё-то не думал что у меня решающий голос будет пацаны экспрессия пиздец я хуел блядь я смотрел на твои глаза это просто дверь мне запили было вот короче но раунды по моему шли по возрастающей но первый был такой разминочный дальше очень жесткий ответ дальше как будто еще более жесткий ответ и второй раунд но последний раунд твой был тоже на уровне примерно короче в первом во втором раунде по моему примерно равна в первом а о разъебал прям сильно короче голосов в хорош хорош брат это был кубок мц с новой ивент меня зовут пл си господи Блядь, я не могу просто с этого PLC такой Ой, ладно По поводу судейства тоже, конечно Ну, как всегда, в принципе, есть Вопросики, да, по этому поводу Но я рад все-таки, что Сеймур отдал за ОО Что он прочувствовал это Энергетику, прочувствовал Концентрацию большую Панчлайнов, да, и отдал Действительно за ОО Баттл хороший, друзья, баттл хороший Со стороны ООН пиздатый Со стороны натюления он нормальный Наверное, да, второй раунд все-таки попище Чем первый в разы был Вот, я считаю, что Такой акапельный баттл рэп Должен быть, да, мы все Привыкли к BPM И многие, ну Странные личности иногда пишут В комментариях, а где BPM Ну, потому что на Кубке На 95% всегда Выходит только BPM И это Ну, это BPM площадка, друзья Это не капельная Тут акапельных раундов Бывает очень Капельных баттлов Бывает очень мало Всегда вот Вот этот Ивент слова Да, как он называется Он прям вообще хорош Пока идет хорошо Коснар против Шал Хороший баттл АО против Тюленя Пиздатый баттл Что у нас там дальше По поводу акапеллы Вроде как Что-то еще осталось Я не помню, честно говоря Опять же Тоже ждем БПМ И 100% Анонсировали турнирку Которая будет Проходить в июле Достаточно Как по мне Пиздатая Если все пройдет хорошо Я надеюсь на это Что все пройдет пиздата Мы увидим много Качественных И хороших баттлов Вот В принципе Как-то так Баттл Получился Пиздатый А с вами был Влад Стеймус Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите комментарии До встречи Пока Пока